здравствуйте друзья тут саша хвостович сделал видео отвечая на вопросы зрителей там про вашу школу его спрашивают но нас учился и жена его у нас училась вот его спрашивают и я послушал что он рассказывает и там был один момент который я подумал требует какого-то внимания что с моей стороны саша сказал что в принципе то чему учат в школе это все такое знание доступно и она вот можно книжку взять можно даже наши наши собственные видео смотреть там еще чуть почитать и и и как бы можно набраться знаний и я слышал аналогичную искать точку зрения которая как была в негативном ключе высказывалась типа вот за что деньги платить если все это и так есть в данном случае он в позитивном ключе это говорил потому что он говорил что ты можешь там сам научиться предмету но вот как быть там с практикой как быть с поиском работы и тогда это не единственное что там присутствует я хочу сказать что с одной стороны знания как бы где-то есть какое-то абстрактное знание есть но я с немножко педагогического искать науку окунула секундочку в самом простом таком изложении значит знание существует на разных уровнях вот есть уровень есть такая система без палька классификация по по без палька там четыре категории четыре уровня вот значит есть уровень узнавания ну да вот мы там где-то ты читал где-то ты что-то слышал так что то такое ну да есть уровень воспроизведения это тот уровень за который мы бьемся в нашей школе иногда более успешно иногда менее успешно это не когда ты там слышал что такое regression testing а это когда ты можешь объяснить вот те год а что такое regression testing и ты не просто вызубрил какое-то определение которого ты не понял хотя я вас уверяю что очень многие вызубрить не могут или не то что не могут не хотят не делают этого не могут как как факт предъявить не могут выученного определения но они не могут объяснить даже если он выучил его и могут ну хорошо вот в этой ситуации вот как мы будем делать regression testing или как по и вот это вот что вроде ваш проще ты ничего нет вот то есть regression testing это такая смешная такая мулька пыль на сапогах но но дальше получается что люди три месяца учатся так 185 часов там учебные планы с проектами со всеми делами а потом как заходит речь о regression testing так сразу и рассыпалась а или он еще после этого на практике там два месяца был и тут уже вообще произошло когда катастрофическая потому что они там этим словом чего-то еще называли или может быть не совсем это или может он не очень врубился но во всяком случае что что в школе учили он забыл а то что вот это вот это мы называем уровнем воспроизведения вот мы бьемся за выход на уровень воспроизведения следующий уровень это уровень субъективного творчества то есть когда ты решаешь задачу который тебе не показывали как ее решать тебя не учили этого но но будучи творческим человеком ты применяешь те знания инструменты методы которые у тебя есть но решения субъективно творческая задача мы не говорим про четвертый уровень объективного творчества это наука это как бы совсем далеко глубоко я к нам нет но есть люди по природе творческий он в школу пришел он уже был творческий он на 2 копейки знал и он уже что-то пытается с этим следить из этого слепить detiene уже транспорте просто творчества ядет как-то уже надо вот ну мы не можем этого формировать но он уже был или не был творче всем когда к нам пришло вот мы бьемся за выход вот на этот уровень воспроизведения. Это и есть интервью. Интервью это уровень воспроизведения. Работа это уже уровень такой может быть творческого применения, субъективного творчества, чтобы активно, чтобы эффективно работать, реально работать, ты должен быть на третьем уровне. Но мы бьемся хотя бы за второй, потому что в школе. Потому что на практике он чему-то подучится во время интервью, как-то он так палирнется и так далее. Значит, поэтому на первом уровне на уровне такси узнавания ты можешь ну конечно ты можешь и мы со своей стороны делаем то что можем мы публикуем массу видео у нас десятки видео причем по самым чувствительным вопросам там например планирование тестирования тестирование бакжайл там обстанут environment и тогда у нас очень много потрясающих совершенно видео которые могут сформировать видение человека его мировоззрение я не говорю о том что у нас на русском языке просто более-менее такой законченный курс 20 часов но я бы сказал что вот если скажем там из 100 человек которые заинтересовали заинтересовались тематикой ну скажем 80 или там 75 процентов могут прийти в школу их можно научить они пойдут на практику они потом найдут работу ну не 100 конечно то если мы говорим ну вот там есть какой-то материал вот он доступен в принципе в природе значит но но может быть два процента реально в состоянии это сделать может быть еще десять там попытаются но у них не получится потому что дело ведь не только в том что материал есть а какой материал а какой то все есть ну а что надо учить а что надо знать давайте это все не так просто но самое интересное начинается потом для того чтобы получить работу не обязательно иметь знания как интересно правда почему потому что есть отдельный процесс который называется найти работу есть люди которые имеют ну или совсем никакие или запредельно низкие знания но тем не менее они идут находит работу почему потому что они ищут потому что с ними разговаривают они каждый следующий разговор делают лучше 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 они допустим получив какой-то вопрос быстренько побежали посмотрели как на него следующий раз ответить и если он как бы более-менее активен в рассылке резюме там и так далее тогда он найдет работу никаких сомнений в этом нет просто это не каждый выдержит вот такой процесс это определенный талант даже если ты можешь выдержать физически или там морально но это же это же нагрузка какая поэтому я бы я бы не заблуждался по поводу наличия знания в свободном доступе проблема не в том что его нет свободном доступе знания в свободном доступе было всегда я когда учился в институте связи было знание в свободном доступе все учебники по которым мы учились они были свободном доступе но вот ты когда идешь делаешь лабораторную работу понимаете и вот дальше знания которые тебя как бы есть даже в книжке прочитать но если ты не сделаешь лабораторную работу если ты никогда не воспользуешься вот этими измерительными приборами если ты никогда не настроишь их там на правильное положение не совершишь там десятки ошибок руками когда ты это все делаешь я а я когда школу закончил я был такой совершенно математический такой теоретический мальчик я паял не чертил ничего и значит и вот я как теоретический такой мальчик занимаясь практическими делами я абсолютно так вышел в состояние человека который может но любую техническую работу я прекрасно делал я со временем и понять научился чертить научился совершенно нормально хотя мне притило этим заниматься но в какой-то момент потихонечку полигонечку иначе поэтому что тут сказать комплексная такая штука и для того чтобы я знаю много людей которые просто взяли посмотрели они еще даже книжку не читали уже резюме стали рассылать я видел таких людей и работу находили я их знаю я только хочу сказать что вот я смотрю на наших студентов у нас таких ну там может один на сто я не за может два вот но тем не менее они все равно приходят я я иногда вижу людей которые могли бы сами очень много сделать но они все равно приходят потому что они так как-то относятся к себе так что вот они они не хотят ходить на интервью не знаю предмет там допустим тогда это не каждый не каждый психологически такое выдерживает ну какой-то путь я не знаю тебя ведут и я не в том смысле это рассказываю что надо учиться в школе или там конкретно в нашей школе еще в какой-то школе я не говорю что речь идет о тестировании речь это абсолютно любой дисциплине мулька об доступности знания абсолютно никакого значения не имеет для поиска работы вот я неделю назад разговаривал женщины она ну так может быть немного меня моложе она давно в америке она рассказывала как она первую работу нашла на программистом стала да речь шла о том что она знала про нашу школу она только приехала и все говорили едита в портнов компьютерского это был 96 год и как она к нам не попала то есть она говорит ну там до начала там было еще несколько недель она думает ночью я пока она взяла книжку visual basic за 21 день была такая серия вот и давайте движок выключил она взяла эту книжку и оглавление и вот поэтому оглавление уже уже себе написала резюме у нее еще она еще не начала читать эту книжку но она уже написала себе резюме уж что она там написала я не знаю вот и она стала его рассылать как могла понимаете как как умела она никак не умела она только приехала у нее еще английский то был никакой ну какой-то был ну там не бог весть и и она параллельно читала книжку и И рассылала резюме, и проходила интервью, и у нее было много интервью. Ее, в общем-то, выносили отовсюду, но был момент, где ее взяли. И она рассказывала вот это интервью, где ее взяли. Они понимали, что она ничего не знает. Они говорят, это знаешь, да, а что это? Ну так. Но ее все равно взяли, во-первых, потому что больше некого было все равно, во-вторых, время такое было, сейчас так не получится. Во-вторых, ну или, может, скажем, сложнее сейчас так. Во-вторых, она являла собой такую энергию, такой напор, такую страсть, такое желание работать и так далее, что они просто, ну вот-вот, как бы, им это понравилось, они ее взяли на работу, и она, говорит, что-то она, там, уже когда села за компьютер, вот, и звонит там знакомому, говорит, слушай, говорит, а как включить эту штуку, ей говорят, там, он ей по телефону объясняет, какую кнопочку найти, как нажать, что там на экране выходит. Она так начинала. Понимаете? То есть я вам рассказываю эту историю, и это чистая правда. Значит ли это, что можно массово вот повторить вот этот вот, так сказать, замечательный опыт? Массово нет, единично можно, единично можно. Поэтому, что я хочу сказать, не только самостоятельное изучение непонятного предмета, по непонятно где, что важно, что не важно, там, раскиданная там по вселенной вся эта информация, но даже когда тебя ведут, когда тебя за уши тащат и тыкают тебя вот это, вот это, вот это, вот это, там не то, что 100%, а там еще, я не знаю, там не получается результата, понимаете? А когда получается 80%, мы радуемся. Это при том, что тебя тащат и тыкают, и показывают, и за тебя многое делают, и так далее, и так далее. Поэтому, такая вот жизнь, ребята. Счастливо, пойду на работу.